Вот такой вопрос от Ирины. Чищу печень маслом с лимоном. Выпитое масло стоит колом в желудке и в пищеводе. Не переваривается до утра. Делаю всё, как вы рекомендуете, по чистке печени. Не первый год чищусь. Как добиться чёткого переваривания, как раньше было. Спасибо. Спасибо. Я посмотрел дальше комментарии. Там она как раз пишет, что возможно постарела. С возрастом, да, у нас уменьшаются наши возможности. И некоторые процедуры для нас оказываются, ну, будем говорить, недоступны. Организм говорит о том, что нет. Значит, что, что тут, что тут делать. Масло надо попробовать выпивать буквально таки. Чистку сдвинуть. Не начинать её, грубо говоря, не там в 19 часов вечера. А начинать её примерно аж в 3 часа дня. И при этом выпили масло, глоточек. Глоточек лимонного сока. И, будем говорить, ждёте, пока у вас пройдут все ваши какие-то неприятные ощущения. То есть, если надо, там полчаса ждёте. Если надо, час ждёте до следующего глотка. Чувствуете нормально. Ага, ещё разок. Выпили глоточек масла. Глоточек масла. И опять ждёте. Всё нормально, как бы, что-то там ушло. Тут у вас грелочка находится. С этой стороны. Вот. Всё, значит, нормально ушло. Опять через часок вы делаете глоточек. И пускай это у вас будет всего лишь навсего, вы выпьете, 50 граммов масла. Или 100 граммов масла. Они всё равно вызовут соответствующую там очистительную реакцию в печени. Главное, чтобы это всё действительно организм взял и прогнал через печень. То есть, там, вернее, не так будет. Там будет то, что масло поступает в 12-перстную кишку. За счёт этого на масло срабатывает желчный пузырь, выбрасывая желчь. Вот. Естественно, подключается печень, дальше выбрасывая из себя желчь. То есть, процесс этот непростой. Можно сказать, не хватает энергии. В других случаях банально уже возникло ослезнение организма, которое не даёт чистки печени. Что мы и наблюдаем так часто. Поэтому, здесь надо и вот эту вот предварительную подготовку сделать раза в три длиннее. Перечистка печени. Раза в три, а то в пять раз. При этом дозировку, знаете, несколько снизить. Чтобы она просто действовала, но не так, чтобы вы выпили, допустим, ага, там, вот этих трав и чувствуете, что вас перевернуло. Вот такого не должно быть. Чтобы вы выпили и чувствовали, ага, ну что-то там работает. Ага, хорошо. То есть, вот так вот. В любом случае, вы должны подключить свой собственный ум и анализировать, что для чего делаете. Предварительную подготовку увеличиваете раз в пять по длине. Дозировку уменьшаете. И плюс начинайте принимать масло и лимонный сок, как я вам сказал. Часа, часов с трех начали и буквально-таки по глоточку принимаете. Чтобы у вас вышло, там, грамм пятьдесят, грамм сто, ну, ну, там, сто пятьдесят. Ну, это сто пятьдесят, это уже так, хорошая будет. И я думаю, тогда как-то все это получится. То есть, в любом случае, надо анализировать, почему она у вас не получается. Что препятствует. Почему масло находится так долго. Либо его много выпито, и оно действительно осталось. Либо же что-то другое. Поэтому, если небольшое количество, вот так, как я сказал, не проходит, значит, это говорит о том, что имеется какая-то, будем говорить, слизистая пробка, скорее всего. Доброе, хорошее начинание. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.